Эволюция денег. Почему у фиатных валют нет шансов? С вами Криптофотеев, всем привет и сегодня мы разберемся. Эволюция работает в любых сферах жизни. Ты либо адаптируешься к новым условиям, либо исчезаешь вслед за динозаврами. Адаптируются все. Лошадей заменили автомобили. Голубинную почту интернет. Профирменная свеча заменила электричество. Деньги не исключение. В экономике не раз происходили революции, которые толпа не принимала. Это не помешало им выстрелить. Ну и соответственно даже посмотрите, насколько сейчас обогатились те люди, которые на своих ранних этапах инвестировали в Google, на именно раннем этапе Google, в интернет инвестировали. То есть инвестировали полностью в развитие этих технологий. И эти люди сейчас, конечно же, так как купили акции, они являются миллиардерами. И представьте, что честные меценаты говорили, когда на смену золоту пришли какие-то бумажки. Ну ничем не подтвержденное, не напечатанное от балды государственной казной, но решение было, конечно же, очевидным. Изготавливать золотые монеты слишком сложно. Таскать с собой слитки вообще нелепо. Деньги стали проще, бумага, конечно, заменила. Что говорили, когда, кстати, появились цифровые деньги, а именно кредитные карты. Какие же это деньги? Где они хранятся? Их нельзя пощупать даже. Это вообще скан. И все это вымрет со временем. Лично я не могу представить сейчас жизнь без этих карт. Они удобнее налички. И они намного безопаснее налички. Операции проходят с огромной скоростью. Сонная тетя Оля на кассе не будет целый час ковырять бумажки, облизывая палец. Операции проходят с огромной скоростью на кассе, когда вы покупаете продукты. И сонная тетя Оля на кассе не будет целый час ковырять бумажки, чтобы дать вам сдачу, облизывая при этом палец. Теперь перед деньгами стали новые задачи, которые текущие варианты не соответствуют. Деньги должны быть в полной безопасности прежде всего от государства. Сейчас это невозможно. Наверняка слышали истории про ребят, которые заносят список экстремистов. Фэйм блокируют все счета вместе со средствами и их душат произволом. У них просто нет денег. Таким же образом государство может отжимать деньги у крупных компаний. Еще один плюс. Криптовалюты окончательно убирают человеческие факторы. В операциях нет посредника. Деньги не нужно кидать из валюты в валюту. В идеале она одна. И это биткоин. Игры престолов ведущих государств на курс не влияют. Единые деньги у всего мира. Никакого экономического насилия. Нынешняя ситуация с криптовалютой как в переходный период с золота на бумажке. Прогресс можно сдерживать, но лишь временно. Лучшая технология вытеснит устаревшую. Лучшая технология сегодня это именно криптовалюты. Пишите ваше мнение. С вами был Крипто Фатеев. Всем удачи и всем пока.